Только за шесть месяцев текущего года в области этиловым спиртом отравились более 130 человек. Другими спиртосодержащими жидкостями и органическими растворителями – более 10 человек. Эти данные приводят в лаборатории Комитета судебных экспертиз области. И без того опасный алкоголь в таких случаях становится бомбой замедленного действия, о последствиях распития которого многие даже не догадываются. Потеря слуха, обоняние, зрение – страшный список, к сожалению, завершается смертью. Суррогаты алкоголя, они, скажем, не только вредны, но очень опасны для организма, потому что при употреблении могут возникать различные поражения органов, таких как печень, почки, глаза, нервная система. А уже поражение, соответственно, органов человека приводит к тяжелому отравлению и летальному исходу. Каждый тяжелый исход рассматривается экспертами. Да, здесь бывают и случайности, когда человек перепутал тару и его сбил с толку ароматизатор, добавленный в стеклоомыватель. А бывают ситуации, когда отравление стало результатом беспечного отношения к себе. Желание выпить приводит к тому, что люди начинают употреблять напитки неизвестного происхождения в неоригинальной таре или без акцизных марок. Подделки элитного алкоголя, они очень низкие по цене, если сравнить цену за оригинальный продукт. Поэтому совет гражданам. Пожалуйста, если покупаете элитный алкоголь, покупайте их в соответствующих магазинах. Смотрите, чтобы это была оригинальная упаковка и обязательно наличие акцизных марок. Нелегальное производство алкоголя – серьезное правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность. Правоохранители области ежегодно конфискуют и уничтожают сотни литров таких опасных жидкостей. В свое оправдание злоумышленники говорят о том, что делали это исключительно для личных целей. Но объемы конфискованного говорят сами за себя. У нас был выявлен мини-завод в Пружанском районе. Причем мужчина объяснил правоохранителям, почему он так поступает, для личных нужд. В принципе, если мы говорим о всех последних выявлениях спиртосодержащей жидкости, во всех случаях его владельцы отвечали однозначно правоохранителям, что вся эта спиртосодержащая жидкость, брага, либо суррогатный алкоголь используется для личных целей. Еще раз подчеркиваю, никогда нельзя забывать об административной ответственности за данное правонарушение. Штраф за правонарушение может доходить до 100 базовых величин. Поэтому прежде чем выбрать для себя опасные занятия, неплохо бы подумать, а стоит ли оно того. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорт Букуночь, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.